Всем привет! С вами Алекс Гетч. Ребята, вы решили купить iPhone 5 за штуку 500 баксов? У вас есть лишние деньги? iPhone 5 уже можно купить за 980 баксов со всеми расходами. Вы скажете, купить надо на ebay, купить надо в Америке, Англии и так дальше. Но есть варианты поближе, попроще и не дороже в цене, а самое главное быстрее. Мы совсем забыли, что рядом с нами живут поляки, которые, как оказалось, прекрасно разговаривают на русском, если вопрос касается бизнеса. Давайте, к примеру, сейчас зайдем на один из польских сайтов, который называется Allegro.pl. Итак, мы заходим в любой браузер нашего компьютера, вбиваем в адресную строку Allegro.pl, этот польский сайт. Здесь нам предлагают набрать название предмета, который мы будем искать. Шукай предметы, это значит найти какой-то предмет. Так, здесь мы вписываем iPhone 5 и также мы должны набрать память нашего iPhone 5, которую мы хотим купить. Так, iPhone 5 на 16 гигабайт, к примеру. Итак, после того, как мы ввели название, нажимаем кнопочку искать, то есть шукай. Итак, здесь у нас отобразился поиск и здесь мы нажимаем кнопочку куп террас. Кнопочка куп террас значит купить сейчас, то есть не предлагать нам никаких-то там аукционов, там то или другое, а только купить сейчас за реальную цену. После того, как мы нажали купить куп террас, нажимаем покаж, то есть показать все предметы с данным параметром. Нажимаем показать и здесь после того, как мы нажали покаж, то есть показать, нажимаем кнопочку телефоны комарковые. То есть, чтобы нам показывались только телефоны, не каких-то аксессуаров там или что там еще, есть там наушники всякие разные, а только телефоны. И здесь нажимаем кнопочку цена. Цена это чтобы нам показывались телефоны самых таких низких цен до самых высоких. Итак, здесь мы вот так вот пролистываем страницы, но я думаю, что лучше нам перейти сразу же на 22-ю страницу, потому что на этих всех страницах первых у нас будут показываться всякие разные там iPhone 3GS, iPhone 4S, iPhone 4, а вот здесь мы видим наши айфоны 5-ые. Но я думаю, что если мы где-то перейдем на 20-ю страницу, то мы увидим еще пониже цены. Нет, сейчас, тут iPhone 4S, вы видите. Вот идут iPhone 4S. Ага, значит на 21-й странице у нас должны быть айфоны 5-ые. Итак, вот пошли айфоны 5-ые, 3000 злотых стоит айфон 5-ый, 16 гигабайт, новый Neverlock. То есть работает со всеми операторами. Например, мы выбираем вот это вот объявление. И сейчас мы переведем с злотых на доллары. Сколько вот это выйдет в долларах? 3000 злотых. 3000 PLN to USD. Итак, 3000 польских злотых это 953 доллара США. И вот вы видите такую нормальную цену, даже не 900, но 980 долларов, это я вам говорю со всеми расходами. Итак, ну я вижу, что этот телефон продается без номера, так что он нам не надо, потому что в объявлении обязательно должен быть номер. Итак, вот здесь, например, вот этот, потому что я вижу, что он с фотками, все сфоткан, то я думаю, что здесь должен быть номер. Итак, здесь мы видим номер. Вот вы видите, да? Видите телефон, да? Это реальный продавец, потому что он показал свой номер, и вы можете легко к нему позвонить и заказать телефон. Но он продает за 300 злотых, да? 300 злотых это у нас будет 300 PLN to USD. 300 польских злотых это 985 долларов. Но это тоже нормальная, приемливая цена, так что можно и за такую цену купить. Это, я думаю, что вполне нормальное. И вот, например, мы нашли этот телефон, вот, за 300 злотых, то есть за 985 долларов. Но можно найти еще и подешевле, если нормально так поискать. Просто у нас тут есть даже за 3049. Но обязательно, чтобы в нашем объявлении был номер телефона. Просто без номера телефона мы никак не сможем договориться про телефон, и ничего у нас не получится. Не получится наша вот покупка. Вот. И вот мы нашли объявление, и мы должны как-то его доставить к нам сюда, вот, в Украину или в Россию. Мы можем это сделать с помощью наших знакомых, то есть позвонить к нашим знакомым. Я думаю, что у вас могут жить знакомые в Польше, или, может, какие-то ваши знакомые из России или Украины будут ехать в Польшу. Потому что очень много русских и украинцев ездят постоянно в Польшу за какими-то там покупками или просто по своим делам. Вы можете сначала, вы должны, конечно же, позвонить к этому поляку, договориться с ним по телефону. То есть, там, сказать, что я там приеду, и все дела. Также вы можете сторговаться немножко, потому что все поляки, если дело идет насчет бизнеса, то они обязательно заговорят с вами по-русски. Потому что вот такие они люди, эти поляки, и они обязательно с вами будут говорить по-русски, если дело идет насчет бизнеса. Вот так, вы с ними договоритесь, и потом вы скажете, что мой друг там или я приеду к вам, куплю этот айфон, и все. И вы должны сказать, что я точно приеду, все. Ну, а если у вас нет друзей, то вы можете сделать, то есть купить этот айфон с помощью, то есть посредством этого проводника, который работает на поезде. Вы можете дать ему 50 долл, не, ну не 50, а где-то 30 баксов, но для этого, чтобы купить айфон через проводника, то вам сначала нужно найти Варшаву. То есть, айфон в Варшаве, потому что постоянно все поезда ездят только в Варшаву. Вот так, и для того, чтобы выбрать Варшаву, мы должны назад вот вернуться с объявления в поиск, и здесь выбрать, нажимаем сюда, локализация, то есть размещение, место размещения данного предмета. Здесь выбираем местовощь, здесь нажимаем вот эту вот панельку, и вписываем Варшаву, вот так вот по-польски правильно звучит и пишется этот город, Варшава. И здесь нажимаем выберть, то есть выбрать. И потом нажимаем еще раз кнопочку Покаж, то есть показать все предметы с Варшавы. Итак, начинаем искать. Нажимаем, например, на третью страницу. Итак, вот мы видим наши телефоны, например, за 3256 злотых у нас есть айфон черненький, также у нас есть номер, вот это не разводило, он нормальный чувак, он продаст вам нормально телефон, но телефон стоит 3256 злотых, но это просто какой-то там редкий случай, он просто, сейчас переведем в доллары, сколько это получится. 3256 это 1034 доллара. Ну, я думаю, что это такая средняя цена, это не совсем дешевая, но в принципе такая приемлемая цена. Цена 3256 злотых, это 1034 доллара, то есть это нормально. И еще посчитать там, вы дадите проводнику, там 30 или 50 баксов, ну может 40 баксов, и вот вам получится ваш айфон за вот такую вот цену, за 1070 долларов. Ну, это же лучше, чем купить в России, там за 45 тысяч рублей, говорят, что 45 тысяч рублей идут айфоны сейчас, 16 гигабайт, то есть это где-то примерно штука 500 баксов. Ну, я думаю, что лучше купить за штуку 70 и за нормальные деньги, я думаю, что это вполне-таки приличные деньги и нормально купить, и все. Вот так вот можно купить, вот так вот договориться. Я вот вам показал этот способ через проводника, то есть этот айфон находится в Варшаве. Потом вы должны, сначала вы должны позвонить по телефону к этому поляку, потом уже после того, как вы договорились с этим поляком, то вы потом должны пойти к этому вокзал, на вокзал и договориться с проводником, что я вот там хочу купить айфон пятый, и вы мне сможете ли вы мне привезти этот телефон? И она скажет, да, конечно, потому что сейчас все проводники соглашаются на это, и все нормально происходит. И вы не будете переживать, потому что это проверенный мной способ, я постоянно его раньше использовал, потому что это такой нормальный способ через проводника, но сейчас я свой айфон пятый купил в Мюнхене, в Германии, потому что я хотел съездить на Октоберфест, там погулять нормально, и вместе с Октоберфестом, что я там поехал, купить айфон пятый. Ну это я так, для интереса, но вообще я использую вот такой вот способ через проводника постоянно, и он вообще проверенный мной, так что я вам его рекомендую. Но, конечно, еще лучше купить айфон через ваших знакомых или каких-то там друзей, которые живут в Польше. Так что вот я вам показал все способы, то есть это мой такой проверенный способ найти айфон пятый через Allegro, и я думаю, что вы поняли, как купить этот телефон и купить его за нормальные деньги, то есть за, если в Варшаве, то за 1034 доллара, но вы там не думайте, что только вот такая вот цена, можно еще и порыться там немножко, если там через 2-3 дня порыться, то вы сможете найти за более низкую цену, то есть может быть за 3000 злотых, а 3000 злотых это 953 доллара. Не стоит спешить, а можно еще и поискать там, и потом вы можете найти за более такую хорошую цену ваш айфон пятый. И вот я вам показал мою такую личную инструкцию, как правильно покупать айфон пять за дешево. И так что ставьте лайки, лайк это такой палец вверх, сейчас он такой черненький на ютюбе, так что ставьте его. И также, пожалуйста, пишите в комментариях, понравился ли вам мой способ покупки айфона пятого в Европе, то есть в Польше. И, пожалуйста, подпишитесь на мой ютюб-канал, ссылочка есть там где-то слева. Нажимайте на эту ссылочку и там подписывайтесь на мой канал для следующих крутых видео. И также, пожалуйста, вступите в мою группу ВКонтакте, ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под этим видео. И до следующих видео, пока!